В эфире первого ярославского программа «В тему» в студии Маргариты Шевченко. И мы продолжаем цикл передач, посвященных лучшим практикам работы гражданских активистов в муниципальных районах Ярославской области. Сегодня гость программы Владимир Скрабов, международный гроссмейстер, президент общественной организации «Региональная спортивная федерация шашек Ярославской области». Владимир Васильевич, здравствуйте. Добрый день, Маргарита. Владимир Васильевич, расскажите немного о создании федерации шашек, о ее истории на территории Ярославской области. Шашечное движение Ярославской области уже, наверное, насчитывает 100 лет, а может даже и больше. Потому что еще до революции шашки были популярны во всей России. Ярославская область, разумеется, не осталась исключением. Тем более, что шашки это было прежде всего, скажем так, развлечением, забавой, хобби. Как сейчас бы сказали купцов. Ярославские купцы – это знаменитые, в общем-то, сословия. Выходцы из Ярославской области – это были великие шашисты прошлого, братья Шошины и Василий Соков, которые родились в нашем регионе, а потом переехали кто-то в Санкт-Петербург, а кто-то уже в Ленинград, как Соков, после революции. Территория Ярославской области где-то с 20-х, с 30-х годов началась жизнь. Вообще, в те времена советское государство уделяло очень большое внимание развитию интеллекта. И для того, чтобы была интеллектуальная нация, вводился специальный всеобуч по интеллектуальным играм, по шашкам и по шахматам. Упускались газеты специальные, листки, даже с таким забавным названием, например, «Шашки в массы». Проводилось очень много соревнований по шашкам, по шахматам. Проводили сеансы на временные игры. Это был настоящий бум. То есть, совершенно не случайно, да, потом это даже нашло отражение, например, Ульфа и Петрова «12 стульев». Там как раз Остап Бендер проводил сеансы на временные игры в шахматы. Он сам не был шахматистом. Но перед тем, как рассказывал о красотах шахмат и о том, как Усюки станут центром вселенной шахматы, он наговорился и сказал, с вами будем развивать шашки. Ой, нет, шахматы. То есть, в то время шашки и шахматы начали по всей стране, по всевместно популяризироваться. Играли вот везде абсолютно. Ну, соответственно, Ярославская область не исключение. То есть, тогда уже начали проводить регулярные соревнования. То есть, чемпионаты, первенства. Сначала региона, потом России, а потом Советского Союза. И наша область, соответственно, являлась в то время, ну, как, наверное, одна из многих других регионов, не отставала от других. Проводились шашные соревнования и среди производственных коллективов, и среди колхозников, и среди партработников. То есть, все-все-все было охвачено тогда. Сейчас уже в наше российское время я возглавляю Федерацию с 2001 года. То есть, уже почти скоро юбилей будет, 20 лет. И, конечно, внимание уже не совсем такое, как было раньше. Очень напрасно, потому что интеллектуальная нация нужна всегда. И очень жаль, что государство не всегда уделяет то внимание, которое интеллектуальные игры все-таки заслуживают. Ну, вот в 2017 году организация начала реализовывать проект «Шашки онлайн». А кто целевая группа этого проекта, и каковы результаты? Этот проект мы реализовывали совместно с Департаментом образования Ярославской области и с нашими партнерами из коммерческого партнерства «Бурестник Верхняя Волга». Это классный проект, который мы придумали, и нам удалось его осуществить. Целевая аудитория была – те дети, которые не имеют возможности заниматься с тренером. Потому что тренеров по шашкам все-таки немного у нас в Ярославской области, да вообще в России, собственно говоря. А как, например, получить занятия, как заниматься шашками ребенку, если он, например, живет в Брейтово или в Пирамайском районе, в маленьком поселке. Соответственно, был придуман такой проект, он назывался «Шашки в образовательных учреждениях Ярославской области». А если сокращенно, мы его называли «Шашный всеобуч». Как раз по аналогии, кстати говоря, с 20-ми годами, когда был там тоже всеобуч. И посредством интернета мы подключали ребят в школах из самых отдаленных уголков Ярославской области. И где-то мы за этот период охватили несколько сотен школ, несколько тысяч человек. А какие вообще соревнования проводятся на территории региона? Вот именно по шашкам. По шашкам мы проводим среди всех категорий населения. Очень популярно у нас первенство Ярославской области, в которых участвуют дети. Также мы проводим соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть у нас очень сильный спорт слепых развит, и именно шашки. Хороший спорт глухих также. Проводим соревнования в зуме среди взрослых, потому что я даже сам действующий спортсмен еще до сих пор даже являюсь. Потому что в нашем виде спорта можно, грубо говоря, до сих пор бороды играть и, в общем-то, показывать неплохие результаты. То есть мы проводим регулярно уже много-много лет по календарю. Мы его составляем и придерживаемся его совместно с департаментом физической культуры и спорта и молодежной политики Ярославской области. Мы данные соревнования проводим. Мы отбираем сильнейших для участия в всероссийских соревнованиях и, в том числе, даже для первенства мира и чемпионатов мира, Кубков мира. А я знаю, что есть еще проект под названием «Умные дошколята». А можно о нем поподробнее? Да, «Умные дошколята» — это такой замечательный проект, который мы долго вынашивали. И, ну, наконец, нам все удалось договориться, его реализовать. Этот проект рассчитан на самых маленьких наших детей, которые учатся еще в школе, на старшую подготовительную группу. В рамках данного проекта мы охватим 10 детских садов. Я точнее даже оговорюсь, наверное, минимум 10 детских садов, потому что если будет больше желающих, мы, в общем-то, всегда рады и идем только с открытой душой, если кто-то захочет заинтересоваться. Ну, минимум это будет 10 детских садов. Скорее всего, это будут детские сады за Волги, центра и, наверное, нефтестроя. В рамках данного проекта мы будем не только обучать детей шашкам. Наша еще задача — обучить воспитателей и правилам шашек, и тому, как преподавать шашки детям. То есть, слава богу, у нас примерно, наверное, я думаю, что старше 15 лет 95% людей умеют играть в шашки. Вы умеете играть в шашки, кстати? Умею, да, умею. И слава богу, что вот, ну, прямо азам с нуля, не надо никого обучать. Каким-то нюансом, да, разумеется, мы воспитателей также снабдим необходимой литературой, расскажем о каких-то необходимых психологических приемах при обучении игре в шашкам, и технически их также оснастим. Помимо этого, мы каждый детсад, который у нас будет участвовать в проекте, мы выделим спортивный инвентарь, на котором они смогут потом заниматься шашками. Интересно. Очень много достаточно проектов проходит. А какие планы на будущее? Может быть, уже есть какие-то идеи новые к воплощению, готовые? Да, идеи уже есть к воплощению, действительно. Ну, самое главное, мы сейчас ждем, наконец, окончания вот этой всей истории, связанной с эпидемией, потому что Ярославская область является центром шашечным, и ряд всероссийских соревнований проходит у нас. И мы их отложили, у нас некоторые соревнования были запланированы на весну, когда был разгар на лето, мы это все передвинули, и вот сейчас уже, может быть, начиная с августа или начиная с осени, уже все эти соревнования проведем. Это что касается единого календарного плана, то есть это официальное соревнование, потому что все ждут, не дождутся, когда можно, наконец, в бой вступить, когда можно достать шашки из ножен и начать играть. Это то, что у нас отложено из-за вируса было. Также у нас есть несколько проектов, которые мы сейчас пока готовим. Это связанные проекты с лицами, с ограниченными возможностями здоровья и с популяризацией нашей игры. Владимир Васильевич, удачи во всех начинаниях, чтобы проекты стартовали и стартовали удачно. Вам спасибо. А я напоминаю, в гостях проекта в тему был Владимир Скрабов. В студии работала Маргарита Шевченко. Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова